Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 мая и вот продолжая рассказывать о формировании томатов различных сортов, я добралась до клуши. Клуша, конечно, это не тот сорт, который нужно выращивать в теплице, все-таки он позиционируется как сорт для открытого грунта, но вот из-за того, что он штамбовый, что он низкорослый, что он, как бы сказать, у него ускоренное вот это вот формирование кустов и плодов, я вот несколько таких сортов нынче посадила в теплицу. Также и спиридон, он тоже для открытого грунта, а не для теплиц. Также у меня здесь джина, которая тоже преимущественно для открытого грунта, но все они у меня нынче будут сидеть в теплице. Для чего? Конечно, для получения раннего урожая. Хотя он низкороспелый, а среднеранним считается, но все-таки это ранний. И вот смотрите, какие у него уже томаты висят большие. По сравнению с крупноплодными томатами, с индотерминатными, он быстрее формирует свои помидорки. Они, правда, будут небольшие, до 150 граммов, но все равно это томаты, они будут вкусные, настоящие, ароматные. И он очень похож на Демидова. Вот посмотрите, куст, те же самые листья, те же самые, такой же толстый стволик, то есть это тоже толстоногий томат, вот из той же самой серии, которой я всегда говорю, что они самые неприхотливые, самые такие. Толстоногий томат с такими же толстыми, мясистыми листьями, низкорослый, штамбовый, 50 сантиметров. У него все описания, вот как бы параллельно идут, совпадают с Демидовым. Только Демидов будет розовый, а Клуша будет красная. Отличия между ними все-таки есть, и если он у вас начнет плодоносить, вы без труда их различите. Ну и также позволяет выращивать себя загущенно. Что это значит? Это значит, что на один квадратный метр мы можем посадить до пяти растений. Что я и делаю вот в этом первом ряду. Видите, у меня вот две, еще две. Тут получается около квадратного метра. У меня растет четыре клуши. Все они прекрасно уже завязались. Они отсвели, вот первая, вторая кисть. У них маленькие вот эти яблочки помидорок. Но некоторые я еще даже не подвязывала. Видите, они колышутся. Вон они, помидорки везде висят. Ой, такие хорошенькие. Вот они еще стоят на своей ноге. То есть они такие же точно, как Демидов. Вот эта толстая нога, она позволяет им, я всегда говорила, что я даже иногда, когда некогда, подвязываю только тогда, когда они облепятся плодами и начинают заваливаться на бок. Вот это клуша. Конечно, лучший результат, ну как, лучшее ее применение, это открытый грунт. Там ей место, потому что она специально для этого выведена. У меня в открытом грунте она тоже будет, но там, так как холодно будет, все у нас попозже. Пока что показала, вот я в теплице. Если говорить про формирование, то, конечно, в теплице я формирую ее так же, как все остальные. Видите, уже заголенный стволик внизу для проветривания. Я обрезала все листики, я удалила нижние пасынки. И вот эту всю нижнюю, лишнюю часть зеленую я буду убирать. Но это в теплице. В открытом грунте ее так же, как Демидова, можно высадить, оставить. И все, что у нее вырастет, все будет, ну, все останется в таком первоначальном виде. Это ей не повредит. Она будет таким пышным, бустым кустиком. Вот это клуша. Она, клуша, она и есть клуша, она такая круглая. И называют клуша, потому что она прячет свои вот эти вот помидорки, вот так под листьями, так вот скручет листья. И похоже, как будто бы курица на яйцах сидит. Ну, это я так читала в интернете, такое сравнение. Ну, а мне кажется, клуша, потому что она такая толстая, раскидистая. Ну, клуша настоящая. Все, до свидания. Вот это было несколько слов о томате.